Я не могу сказать, что это неправильный вариант. Дети ведут так, но мы немножечко, но и дети в данный момент. Для своего проекта Галина Киевская выбрала тему «Эвристическая технология развития». Её суть заключается в творческом решении проблемы, а также в развитии воображения и внимания. В конкурсе воспитательница участвует второй раз. Для неё это очередной этап саморазвития и возможность научиться чему-то новому. Воспитатель работает в сфере дошкольного образования уже 8 лет. Признаёт, сообщение с детьми вызывает у неё самые тёплые чувства. Они умеют мотивировать, а иногда даже дают советы. Это очень интересно, потому что на самом деле вся наша жизнь, вроде мы взрослые, но мы постоянно в детстве. То есть мы окунаемся в мир детства каждый день, играя с ними, проживая их жизнь, свою жизнь, так как дети, они же в большей степени в детском саду, то есть они общаются с нами. И поэтому лично для меня мне это нравится, создавая какую-то игру, я её проигрываю сначала сама, и как ребёнок, поверьте, у меня восторг, когда у меня получается. Если не получается, я начинаю как-то вот это всё перерабатывать, перегручивать. Либо даю детям, и дети мне уже дают толчок для того, чтобы я это закончила, или же оставила так, как оно есть. Они все лучшие. Они взяли на себя ответственность защищать свои дошкольные учреждения, и кто-то из них будет защищать честь нашей Анапы на Кривом конкурсе. Я вам всем желаю успехов, удачи. Вы уже победители. Конкурсантки уже прошли первый заочный этап. Он включал в себя интернет-портфолио и эссе на тему «Я педагог». Сегодня на мастер-классе жюри оценивали глубину и оригинальность работы, её практическую ценность, а также коммуникативные навыки педагога и его умение доступно изложить информацию. По словам организаторов, конкурс – это не только шанс проявить свои лучшие качества, но и возможность обменяться опытом с профессионалами. Это конкурс профессионального творчества. Он помогает выявить в педагоге и публичную личность, и умение вести диалог с публикой, и умение взаимодействовать с детьми, показать свои лучшие профессиональные качества. Это конкурс, который интересно смотреть. Это новинки в области педагогики дошкольного образования. По итогам первых двух туров пять участников, набравшие большее количество баллов, станут лауреатами. Они пройдут в третий тур, где будет определён победитель. Воспитатель, занявший первое место в муниципальном конкурсе, представит Анапу на краевом уровне.